Уснуть мешает запах. Проблема, источник которой жители Рыбацкого не могут найти вот уже больше месяца. Жалобы подавали в самые разные инстанции, но лучше, увы, пока не стало. К поиску источника резкого химического запаха, отравляющего жизнь горожан, присоединились специалисты комитета по природопользованию. Кто портит воздух в Невском районе, попытался выяснить Александр Одинцов. Жители комплекса «Невские паруса» в Рыбацком словно опытные моряки. Следят за тем, как меняется роза ветров. И паруса тут как раз ни при чем. При любом дуновении форточку поскорее закрывают. Лариса Гладкова говорит, что северо-западный приносит не только изменения погоды, но и зловоние. Люди в основном характеризовали этот запах как продукты жизнедеятельности кошачьих. Этот какой-то сложный, химический, от которого просыпаешься. Просыпаешься и потом не засыпаешь, закрываешь окна, он просачивается в квартиры. Соседи между собой даже поругаться успели из-за домашних питомцев, но последние оказались не виноваты. Особенно страдают жильцы верхних этажей. Специальная передвижная лаборатория мониторинга приезжала в «Невские паруса» 10 раз. Однако в пробах воздуха показатели в норме. Но жители держат нос по ветру, и запах привел их к одному из предприятий. От промзоны до трех крупных жилых комплексов здесь в Рыбацком расстояние почти в километры. Местные жители полагали, что эпицентр неприятного запаха находится именно здесь. Однако надзорные органы это не подтвердили. Сейчас ведется проверка основанием, которой стали почти 100 обращений за один только июль. У жителей новостроек Рыбацкого не только обоняние чувствительное, но и зрение хорошее. Раиса Бахвалова говорит, что не раз видела, как то река Славянка пятнами покроется, то безымянный ручей в разные цвета окрасится. 17 июня она была в таком состоянии, постоянно очень плохо пахла. Вот видео, снятое местной жительницей в ручей, с точной трубы выливаются потоки рыжей жидкости. Кстати, Росприроднадзор 3 июля этого года зафиксировал факт загрязнения реки Славянка стоками синего цвета, запахом краски, ведущей с территории предприятия «Технолог». Выбросы воздуха стали менее концентрированы, их сложнее поймать, но жители также продолжают ощущать на себе последствия. Это першение в горле, это плохое самочувствие, самое ужасное – это увеличение артериального давления. Жалобы летели и в адрес профильного комитета Смольного. Сегодня для, что называется, ориентировки на местности приехал лично глава комитета по природопользованию Денис Беляев. До места, где происходило экологическое ЧП, его провели и местные жители, параллельно обращая внимание на другие проблемные места. Существуют потенциальные риски, потенциальная угроза за счет того, что сложная территория, то есть много промышленных предприятий, много различных источников загрязнения. И контролировать это все, вот поле, потому что вот у нас даже нет одного предприятия, которое мы могли бы даже тут подозревать. Проблемы местных жителей на особом контроле, отметил глава комитета. Он добавил, что в ближайшее время будет создана межведомственная рабочая группа, которая и выяснит, кто портит воздух в Рыбацком.